Всем привет, уважаемые фанаты пятых героев этой великой игры. Вот мы с вами уже подобрались к финалу второго раунда, последние 7 боев. Напоминаю, что в этом турнире я собираю юнитов на одинаковую стоимость, на 50 тысяч золотых конкретно в этом раунде, в следующих раундах будет больше. И в этот раз у нас встретятся каменные горгули, 1101 штук и 625 арбалетчиков. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. За горгули у меня жадно как-то подлететь так, чтобы не попасть под прямую стрелу, но при этом долететь за следующий ход. Так мне не хватает трех клеток, да? Поэтому, в принципе, я, наверное, могу сюда подлететь. Наверное, это не будет прямая стрела. Это не прямая стрела. Хорошо. Для горгули. И я долетаю. И наношу какой-то просто смехотворный урон. 67, ну что-то это прям... Это очень плохо. Начинаю сомневаться в победе горгули, а вот сейчас уже нет. В общем, сложно сказать, что будет. Пока бой равный. Удивительно, как каменные горгули вообще прошли первый раунд. Я на них совершенно не ставил, но они довольно живучи. Так что, в принципе, почему бы нет. Не повезло стрелкам. Я вообще ставил, что стрелки... Ну, это альтернативное улучшение, да, колечко. Будут чуть ли там не в финале, да, за счет того, что нету штрафа к стрельбе. Но нет. Просто вынесли. Абсолютно вынесли. Просто не повезло соперникам. А вот кто был их соперник, смотрите на моем канале. И похоже, что побеждают горгули, да. Все, вот так вот. Представляете? Думал, что арбалетчики, стрелки, это имба. Ну, это и так имба, конечно, в какой-то степени, да. Но... Вот так вот. Попались соперники, и ни те, ни другие не прошли дальше. Смотрим дальше. Бой номер 37. 29 Раджей Рокшас и 2000 лендлордов. Честно говоря, не думаю, что у Раджей есть какие-то шансы. Но игра это непредсказуемо. Сколько уже было боев, где сложно было, да, вообще предсказать результат, где, казалось бы, победитель очевиден, но все происходило наоборот. Что у нас по инициативе? 8. 8, кстати говоря, да. Но скорость больше у Рокшас, поэтому первыми будут тут бить они. Слушайте, неплохой урон наносят. 300, да, в районе 300. Ещё и без ответа. Кстати говоря, надо было бафнуться за Рокшасами, да. Чтобы они почаще ходили. Наверное, надо было, да? Ещё. Тем временем, кстати говоря, на самом деле не сказать, что прямо... Разгромный бой. В принципе, Рокшасы более-менее на равных держатся. До этого момента. Сейчас, конечно, мы не... Всё, на этом... На этом всё кончено, конечно, да. Ну, конечно, конечно. Ландлорды слишком дешёвые проходят дальше. Давайте попробуем ещё раз. Только в этот раз бафнемся. Натиск. Пропускает один ход, но после этого ходит чаще. Ну, пускай ходит. Да, как раз типа подбегаем. В принципе, почему нет? И теперь как бы ходим чаще. И ещё ходим. И вот только сейчас... Ну, минус 10 всё равно колоссальный урон. Ещё и вот такая ответочка. Неприятная. Ну, чё-то в этот раз вообще жесть была. Ещё хуже всё. Ладно, в любом случае, Ландлорды проходят дальше. 38-й бой. 100 ополченцев. Ну, господи, 100 вожаков и 2000 ополченцев. Но тут вообще не знаю, на кого ставить. С одной стороны, конечно, на ополченцы, да. Со своей дешевизной 2000 штук целых. Но вожаки тоже такие ребята. Интересные. Ну, инициатива, конечно же, больше у вожаков. И скорость выше, да. Поэтому первыми будут бить они в любом случае. И всё зависит сейчас от урона, который мы нанесём. В районе 300 тоже наносится урон. Минус 22. В принципе, не так уж много. Минус 35 это очень много. А чё? Где опилка вот эта? Говорит, что он пьёт два раза. Где вот это вот всё? Или может я путаю что-то? Ну всё, короче, до свидания. До свидания, вожаки. Слишком дешёвые эти пупсики, толстячки, да. Надо, конечно, им как-то найти соперника будет. Ну, соперники случайные, конечно, попадаются, да. Но думаю, попадёт соперник, который их всё-таки размотает. Бой номер 39. И здесь у нас 139 дочерей земли и 38 рыцарей. Посмотрим. Инициатива 12, кстати, 11. Ну, скорость всё равно гораздо больше у рыцарей, поэтому они будут бить первыми, пожалуй. Но вот в качестве бонуса можно, наверное, бафнуть. Или дебафнуть, скажем, в рыцаре, да. Почему бы нет? Слушайте, ну раз такое дело, можно и себя бафнуть на скорость. И вот сейчас у нас рыцарь не добегает, да. Не добегает. Ну, слушайте, такое прям дело, да. Не, ну, не будем, не будем сейчас ходить, потому что... Ну, фиг его знает, да, что-то как-то жёстко. Должны же рыцари когда-то походить. Так. Всё, проклятия какие-то. Сразу бегу. Жесть, мне шлёпки смешно. Всё, дебафы, какие-то дебафы. Ну, такой себе бой, конечно, сложный. Да, сложно его проводить. Потому что много способностей у обоих юнитов, которые хотелось бы, конечно, использовать. Но я думаю, честно говоря, в любом случае побеждают кто-то через земли, да. Уж больно решают вот это замедление и вот это вот всё. Но я всё равно проведу ещё один. Ну, давайте попробуем реванш. Здесь я сразу пробегу побольше. Ну, а так вот я пробегаю побольше, да, и натыкаюсь сразу на... Атаку. Ну, давайте всё равно замедление, да. Слушайте, нет, тут никак не сделаешь, да. В любом случае, первыми будут бить. Ну, или первыми будут бить, да, или успеют забавиться жёстко. На дочери земли. Тут никак ничего не поделаешь. Ну, я, конечно, могу попробовать. Как-то побегать тут, попрыгать. Не-не, тут вообще. Тут хоть как играй. Всё равно преимущества на стороне дочерей. Ну, если бы там на своей карте, да, были бы... Ну, какие-то, в общем, ещё бонусы были бы. В принципе, тогда да. Ну, тут вообще без шансов, на самом деле, да. Ну, короче, думаю, никто не будет спорить, что у нас в случае проходят дальше дочери земли. Матч номер 40. 63 гидры пещерные. И циклопы свободные. Что же будет, чёрт возьми? 5-9. 5-7. Ну, первыми будут тут бить свободные циклопы. Ну, будут, да, будут, конечно, чё мы. Мораль, ну, мораль не считается. Свободные циклопы бьют Берми и сносят 10 гидров. Как-то больно, конечно. Прикольно выглядит бой. Такие красивые прям все. Чё за мораль? Чё за мораль? Зачем она нужна? Это... Что такое? Пожирание коблинных, питание коблинных, сокрушительный удар. Порлящая кровь. Ну, не знаю, не знаю. Так, ну гидре-то ты не будешь на атаку отвечать? Чё, мы только сейчас снесли первого циклопа? Ну, чё-то без шансов, походу. Чё-то без шансов. Свободные циклопы слишком лютые какие-то. Каждая реки она тут хорошо, но он не помогает здесь абсолютно. Совсем в ярость уже впал. Свободный циклоп. Очень жесткий. Ну, всё, похоже, до свидания, гидры. Свободные циклопы проходят. Третья. Необычный 41-й бой. 263 лесных стрелка и 19 колоссов. Ох. Что же будет? Что же будет? Нам надо подходить, чё будет-то, да? Так. Есть ли шансы у колоссов? Нету шансов у колоссов. Всё, до свидания. Последний 43-й бой второго раунда. Здесь у нас битва титанов просто. Нимфы 909 штук. Защитники Горда. 2083. Вот бы дожить до этого года, кстати. Ну, что ж. Полетели. Ну, в любом случае, первыми будут бить нимфы. Но вот стоит ли мне вообще двигаться? Ага. Защита снижается. Без помощи магии. Ярость. Душный отряд. Да. Да. У этих ребят нету обилки того, что ты, если стоишь, что броня увеличивается, в отличие от каких-то своих собратьев. Ну, так что можно, в принципе, вперёд подбежать. И начинаем. Ну, ответки не будет же, да? Не будет. Всё логично. Всё хорошо. И сколько мы сносим? 222. Нимфы. Ещё немножко. Слушайте, ну, шанс у нимф есть, конечно. Пока что бой довольно равный. В общем-то, даже... Ну, нет. Вообще сложно сказать. Очень равный бой. Сейчас будут нимфы два раза подряд ходить. Можно даже сказать, три раза подряд бить. 84. Вообще прям наравне держится. Что было... Ну, пропорция, да, какая была, такая и остаётся. Примерно. И ещё удар. Очень равный бой. Наверное, самый равный бой вообще из всех, которые проходили в этом раунде. Потому что в первом даже. Но похоже, что всё-таки нимфы чуть-чуть вперёд вырываются. Практически сравнялось количество. А теперь можно сказать, что вообще сравнялось. Всё. Нимфы вышли вперёд. Пересилили. Воителей. Ой, защитника флок. Неважно. По-моему, ну да, да. Отсеялись, в общем, наши гномики немножко по второму раунде. Потому что в первом раунде они просто доминировали, унижали всех. Но буквально 105 нимф. Остался очень равный бой. Но всё-таки нимфы проходят третий раунд. И сейчас мы с вами посмотрим. Да, в следующем видео, точнее, уже, конечно же, посмотрим, каков же будет этот третий раунд. Уже будут самые крутые существа. 42 существа осталось. 42 юнита. Но это уже самые крутые, самые сильные юниты. И скоро уже финал. Поэтому подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. всегда очень интересно их посмотреть, послушать, почитать. Никогда невозможно знать всё про героев пятых. Игра действительно бездонная. Всем спасибо, кто смотрит. До свидания. Давайте посмотрим, кто у нас прошёл третий раунд. Вот полная сетка. Как проводились бои, да, кто прошёл. Было много интересного. Реально, этот раунд мне гораздо больше понравился. Было очень много интересных боёв. Неожиданных, да, были бои прям очень такие равные. Как вот последние, например, нимфы и защитники гор. Были и неожиданные очень бои. И что мы имеем по итогу? По-прежнему хуже всего себя чувствует Инферно. Но, справедливости ради, их всего было пять юнитов. И из пяти трое прошли. То есть, по сути, во втором раунде они себя очень хорошо проявили. Да, отсеялись пещерные владыки и адские жеребцы. В принципе, ожидаемо. Ну, там пещерным владыкам с соперником не повезло. Немножко архимаги им попались. Что Деволятор, что Огненный Демон, что Старший Демон. Все просто себя потрясающе проявили. Своих соперников размотали. Причем соперники, посмотрите, какие сумеречные драконы, кровоглазые циклопы, архангелы, сплошной и седьмой тир им попался и всех они победили. Кстати говоря, интересно получилось. Ну, все совершенно случайно, да, то есть я тут ни при чем. Дальше, вот, Лесной Союз слился жестко. Они раньше были, ну, не в лидерах, но так, середнячки, да, но прям полностью все слились. Да, можно даже посмотреть, да, историю. Просто вот, у меня был прям отдельный видос практически с Лесным Союзом, друиды проиграли, верховные друиды проиграли, танцующие проиграли, все энды проиграли, зеленые драконы тоже проиграли. В общем, Лесные Стрелки, Нимфы и Феи остались. Но, посмотрим, конечно, как они продержатся, потому что уже ничего нельзя здесь ждать, но все три юнита имбовые, да, на атаку им не отвечают, Лесные Стрелки вообще, да, очень сильны, хотя, например, обычным Стрелкам из Ордена Порядка это не помогло, да, против них, кстати говоря, вот кто вышел, да, Хозяева Медведей, то есть, это был вообще максимально удивительный для меня бой, я думал, это будет просто, ну, унижение Медведей, но нет, Хозяева Медведей реально победили Стрелков, абсолютно, как бы, честно, законно, ну, все, что оказывается нужно было, это быстро добежать до Стрелков и победить, что Хозяева Медведей прекрасно сделали. Неплохо, себя проявили, в принципе, гномики, да, и они и так были где-то в конце, по окончанию первого раунда, да, ну, так примерно все и осталось. Кто проиграл, вот из них, да, Костоломы проиграли, Высшим Личам, да, и вот проходили еще жрецы Аркады, Громоверсом проиграли, Горные Стражи и Защитники Гор тоже проиграли, но там соперники, кстати, против них все так немножко выпшло, да, Фурии против них были и Нимфы, то есть, в общем, неудивительно, что они проиграли. Дальше середнячками также и держатся люди, да, Орден Порядка, но здесь все довольно скучно, ополченцы и ледлорды просто побеждают за счет огромного числа, да, очень дешевый юнит, ну вот, Ревнители Веры меня не удивили, не думал, что они пройдут, но они прошли. Кого они победили? Черных Драконов, причем они победили, да, них ухры-мухры. Это, это, конечно, было довольно неожиданно. Адепты, кстати говоря, проходят на удивление дальше. Адепты победили, причем Верховных Друидов, вот чего я реально тоже не ожидал, как вот так вышло. Ну, вышло, так вышло. И Ангелы, да, Серафимы и Архангелы у нас проиграли, так или иначе. Ну, вот обычные Ангелы победили Энтов. Ну, посмотрим, как они там дальше себя проявят. Не думаю, что сильно хорошо, но, опять же, кто знает. Возможно, они какие-то универсальные юниты, да, вот на Хозяев Медведев я тоже никак не ставил. Дальше, примерно так же, да, ну, не примерно, абсолютно так же себя проявила Академия. Здесь у нас та же самая ситуация, абсолютно, да, гремлены и гремлены вредители проходят. Опять же, чисто за счет огромного своего количества. Ну, и соперникам им, в принципе, повезло, да, проворные наездники и колдуны гоблинов. Это вообще смех, да, а не соперник против стрелка особенно. Так что, ну, посмотрим, опять же, да, интересно будет о них посмотреть в третьем раунде. Каменные горгули, на удивление, пробежали дальше каким-то образом. Арбалетчиков победили, да, то есть, человек как-то, что-то, оказывается, каменные горгули знают в этом мире, потому что, казалось бы, самый никчемный вообще юнит в игре, да, но вот так вот боях один на один, он как-то до сих пор проходит, как-то держится. Архимаги, в принципе, ничего удивительного, победили они причем очень жесткого соперника, да, пещерных ладык. Битва огненных шаров у нас была, обязательно посмотрите, очень интересная, если не смотрели. Архимаги, значит, прошли, да, думаю, что они и дальше пройдут, и граммоверцы прошли, победили жрецов аркатов в тяжелейшей битве, очень тяжелой и непонятной, да, смотрим дальше. На третье место скатились орда, орки, ну, они были на втором, стали третьей, поэтому нельзя сказать, что они прям скатились, в общем, на самом деле, хорошо себя проявили, давайте проще посмотрим, кто проиграли, да, кровоглазые циклопы, убийцы проиграли, кочевые кентавры проиграли феям, да, такая вот имбовая, на самом деле, да, имбовый юнит, эти кентавры, но вот прошли только боевые кентавры, они у нас победили, принцесса Рокшас просто вообще, размотали их, как ничто, буквально там, за два хода победили. Вармонгеры победили энтов, свои, да, топором, своим вот этим, рубили просто дерево, было весело, шаманки и дочери земли тоже прошли, здесь, в принципе, ничего удивительного, очень такие они, какие-то, конечно, соперники, шаманки и дочери земли, сложно противника бои проводить, потому что вот эти дебафы, замедление, ускорение, это очень-очень сильно влияет на бой, как ни крути. кого, кстати, дочери земли, рыцари победили, да, ну, победили, да, очень жестко, причем победили, палачи прошли дальше, тоже ничего удивительного, хотя соперникам достался знатный, высшие вампиры, да, удивительно, что, ну, в общем, я ставил на высших вампиров, но, палачи так палачи. и свободные циклопы размотали просто в хламину, пещерный гидр не ожидал, что настолько будет жесткое унижение, гидр и думал, что они продержатся, потому что они так себя хорошо в первом раунде проявляли, но все расставилось на свои места, конечно, свободные циклопы размотали гидр, как бы, было бы странно, если бы они этого не сделали. И, но, тем не менее, на втором месте лига теней осталась, да, была на первом, стала на втором, тут у нас лазутчики, да, прошли, что, кстати, удивительно, казалось бы, да, ничем не примечательный юнит, эти лазутчики, ну, они примечательны только тем, что у них нету штрафа в ближнем бою, да, то есть им без разницы, хоть кто, да, против них, хоть стреляют они, хоть бьют уже в рукопашку, то есть они от этого слабее не становятся, и просто дриад победили, кто мог вообще подумать, вот реально, кто бы мог подумать, что лазутчики победят дриад, учитывая колоссальную разницу в стоимости, да, а ну хотя, кстати, нет, не колоссальная, да, дриады же, кстати, они довольно дорогие, на самом деле, это феи очень дешевые, тут-то, кстати говоря, разницы в стоимости практически нет, 833 и 909, да, вот оттуда-то и победа и взялась, действительно, да, вот так вот, если лазутчиков большое количество, то они разматывают, дальше, правительство, просто бестии, фурии, мегер, да, вот такая доминация, всех соперников своих они просто размотали, без шансов, ну, думаю, все равно попадется какой-то соперник, который их сможет победить, рано или поздно, ну, если что, будем там их как-то друг против друга ставить, ну, в общем, пока что все они проходят, вообще, причем без шансов, оставляя, не оставляя никаких шансов сопернику, Минотавры, надсмотрщики прошли, удивительно, тоже, вообще на них не ставил, победили Вестников смерти, ну, тут, в принципе, два довольно слабых юнита, которые еле прошли во второй раунд, вот, как бы, из них Минотавры оказались сильнее, я думаю, что они проиграют в третьем раунде уже, наездники на ящерах прошли, да, проходило много, вот этих, все ящеры проходили, и наездники на ящерах, и темные всадники, и, кто там еще у нас был, проворные наездники, да, все проходили во второй раунд, но вот в третий только наездники на ящерах, не улучшенные юниты проходят, победили они у нас, виверн, кстати, вообще, в хламину их размотали, и красные драконы проходят, вот, третий раунд, к сожалению, сумеречные черные драконы проиграли, ну, там им с соперниками жестко не повезло, дивалята, ну, как не повезло, да, дивалята жесткие ребята, конечно, и черные драконы попались на ревнителей веры, которые их просто затыкали своими бесконечными ответными ударами, ну, вот красные драконы, кстати, победили серафимов в довольно эпичной битве, ну, красные драконы со своей обилкой, да, безответной, в бою один на один, это жестко. И, вот что, самое удивительное, нежить прошла практически в полном составе, они были где-то там в конце телепались, в конце второго раунда, в конце первого раунда, да, но они почти что в полном составе прошли второй раунд весь. Давайте посмотрим, кто проиграл, проиграли, ну, очень мало кто. Духи проиграли, негерам, высшие вампиры проиграли палачам, и вестники смерти проиграли минотаврам, то есть, вот и все. Воины, за счет количества разматывают, гниющие зомби, я не знаю, за счет чего разматывают, но разматывают, их тоже довольно много, да, они живучие, они абсолютно безинициативные, но, как мы выяснили, в этом турнире это не особо решает, да, призраки и привидения прошли, тоже без шансов своих соперников размотали, единственное, кто-то, да, на духе наткнулись на фурии, на мегер, да, на мегер наткнулись и проиграли, ну, думаю, что они и дальше будут проходить, точно кто-то из них пройдет и в четвертый раунд. Вампиры и князья вампиров тоже абсолютно, да, вообще доминируют, разматывают. Высшие лечи, не думаю, что дальше особо пройдут, но пока что они с нами. И костяные астральные драконы. Опять же, довольно жестко себя показывают, прям даже как-то начинают болеть за них, они так, знаете, такие андердоги, да, но при этом, кстати, ну, они самые дешевые, юниты седьмого тира, опять же, поэтому ничего особо удивительного в том, что они проходят, нету. Ну что ж, друзья, а, вот еще что, да, по тирам. Первый тир в самом большом количестве у нас пока что проявлен, что ожидаемо, да, это все происходит за счет низкой стоимости этих юнитов, из-за этого они проходят. Второй тир, на самом деле, не сильно отстает, довольно много всяких прикольных ребят во втором тире, третий тир поменьше, четвертый тир еще поменьше, да, себя представляет, и пятый тир у нас буквально вот несколько юнитов, это буквально адепты, палачи и высшие лечи, да, шестой тир нулем, ноль юнитов и шестого тира прошли дальше в третий раунд, то есть, да, все проиграли, их так было немного, и седьмой тир тоже восемь существ, в принципе, нормально, да, довольно много, такие вот итоги второго раунда, друзья мои, жду вас всех на дальнейших видео, третий раунд будет еще интереснее, всем спасибо, до свидания.